Как и просили! Кексы разными цветами! Блин, а что делать? БИМА! 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 КАПЕЦ! ПИПЕЦ! Это много! Привет, ребята! Опять меня по-прежнему зовут Дарья, и сегодня у меня в руках даже не будет укулеле, потому что это новый выпуск МОМЕНТЫ ЖИЗНЕ Сегодня я вас порадую очередной порцией кринжа, как модно сейчас говорить, потому что это новые моменты жизни, и ничего адекватного здесь не происходит. Поэтому бери чинь, пожевать, похрумчать, ну а мы погнали смотреть! МОМЕНТЫ ЖИЗНЕ Всем привет! БИМА! Давай сделаем фото. Крыша над головой. Россия! Россия! В общем, мы решили сделать вторую локацию для фотографий, так как мой уголок блогерства не совсем подходит под этот. Крапинки, мелкие детали, не совсем то, что нам нужно, а у меня сейчас новый инстаграм в плане моего визуала, мне Юлечка, между прочим, все это красиво редактирует. Так вот, мы решили с Юлей сделать отдельную фото-зону. Накупили в Леонардо вот такие вот вакмана. Сейчас мы это будем все клеить, чтобы быть настоящими блогерами, снимать контент. Думаем, приклеить где-то сюда? Ну, первоначально, конечно, девочки планировали сделать ремонт, ну, типа, белую стену делать. Ну, так как мы больше не хотим сотрудничать с нашим оренгодателем, типа, о чем-то сотрудничать, что-то просить его, зачем оно нам надо. Он нам не хотел свет делать два месяца, мы еще тут, думаю, ремонт сделаем в этой хате, хазер, сейчас. Поэтому... С какой стати? С какой стати? Вы меня реально, извините. Я хочу вам рассказать вот такая штука, называется офисный пластилин. Реальная тема, реальная вещь. Она как пластилин, но вы можете ее отлепить, и вы кусок стены с собой не заберете. У меня все календари, которые у меня висят на вот этой вот половине шкафа, прикреплены на офисный пластилин. А там это, выключатель. Мария, мы решаем проблему по мере их поступления. Ну, я уже вижу, что там не месяц. Проблема уже наступила, мы ее решаем. Оба-на. О-о-о! Ты меня укусила? Блин, а что делать? Выслышите, стыка! Давай прям вот на три сделаем. Лей, лей, меже, лей. У вас есть что-нибудь такое с тупым этим? Я. Привет, ребятня! Я делюсь с вами новыми новостями. И сейчас мы фотографируем мой новый мерч. До этого был старый. В общем, в нем будут обалденные такие стикеры. И открытки, которые мы сейчас пытаемся как-то присоединить. Покажи эту красоту. Красота раз, красота два и красота три. Сегодня моя фотографиня, Елечка Мабаракшина. Она мне предложила обалденную идею. Ой. Мне нужен будет скотч. Да. Сейчас. Привет, красоточки! Сегодня я с вами, бьюти Дашка. Сегодня мы будем делать майкап. Акцент на глаза. Я подготовила уже вот это. Потом у меня есть вот такие реснички. Пэшн бьюти. У меня вот такая пигментация есть. О, реально, ты бьюти. Наверное, куда-то втираться будем. Ты втираешь мне какую-то дичь. Кисточки у меня вот такие вот. Энниси. У меня есть еще коллекция кистей. Я их храню из-под горшка, из-под цветка. Какой косметикой я пользуюсь, многие у меня спрашиваете. Я вам сейчас расскажу. Кис Нью-Йорк. Всем, девчонки, пока. До свидания. Приходите на мои визажистские уроки. Покупайте мои вебинары. Ай, это Юля. Будем. Вас. Уил. Уил. Би. Искать. Не знаю слово искать. Я не знаю. Сэрч. 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 Мэй, бэк, энд зон. Сэрч, веб, вебсайт, you know? You know вообще, что такое Азон. Окей? Окей. Let's go дальше. Very nice, very beautiful. Смотря какой фабрик, смотря сколько details. He showed ship. Ну, примерно. Ну, нормально. Чтобы нормально, не very expensive, ну, достаточно не ship тоже был. And fashionable. Fashionable. Yes, of course. Конечно, fashionable. Мы ради этого собираемся. Чтобы not space, not cats, not... Оставайтесь со мной. Я вас научу много. Very big. Сузлер. English. English. Сузлер. Goodbye. У нас дошли, наконец-таки, руки найти мне хороший, нормальный, красивый, бюджетный, молодой, красивый... А уже красивый был рюкзак. Юля, вообще, расскажи, какой сейчас в этом сезоне модный рюкзак? Какой модный, я точно сказать не могу. Спокойный, без вот этих рисунков. Рюшечек, да, сядь? Рюшечек и вот этих очень много где деталей. No details. Minimalism. Minimalism. Ну, даже хочет а-ля Канкин. Ну, красиво, чтобы было. Я хочу быть модной, популярной. Ну, вот мне кажется, ярковат. Ну, по цветовую гамму, конечно же... Ярковат. Промах. Ты промах. Промах. Вот космос, я знала, что тебе это понравится. Да, сколько details. Девчонки и мальчишки, ваша любимая рубрика «Готовим дома и едим тоже дома». Рассказываем быстренько, что мы делаем. Как вы просили, кекс с разными голосами. Кекс с разными цветами. В общем, на ночь глядя, девчонки решили испечь кексики. На ночь глядя мы смотрим этих друзей, естественно, Дуслар. Красиво выглядит. Я уже пожила над тем, что как будто у нас есть ребенок, ему надо завтра в школу принести на ярмарку школьную, принести какие-нибудь печеньки или кексы. И нам это сказали в 2 часа ночи, и мы это сидим и делаем. Как и просили. Кексы разными цветами. Моменты жизни. Я хочу вести прямые эфиры, и у меня есть штатив большой. Ну, вот, покажи его. И он не совсем вмещается, во-первых, на стол. Во-вторых, его нельзя перевернуть, чтобы можно было держать вот таким вот образом. И я купила на зоне небольшой вот такой штативчик. Но с чем я столкнулась? Проблема какая возникла? Вот, покажи нашим зрителям. Типа, я ставлю ноги, и получается, типа, перевес. Я думаю, что делать? Нужно утяжелитель какой-то ставить сюда. Мы с Юлей сидели, голову ломали. Думаю, ну ладно, мы уже решили гладильную доску, типа, будем ставить. Чтобы как будто вот это будет стол. Ну и просто вот, ну, покажи, вот ножи, если ты тут у головы. И, короче, я спросить решила у Марии совет. Как-то странно сказала. И знаете, она просто, я не знаю, это что-то с чем-то мадам, которая нам сказала сделать вот, вот, вот. Представляете, то есть я, человек, у которого 100 тысяч на аудитории на Ютьюбе. Первая, между прочим, мы на российском Ютьюбе по укулель-комьюнити. В ТикТоке, первая на укулель-комьюнити российском. Мадам, которая ведет уроки, блогер, и не могла поставить что-то. Без Марии пропадем, понимаете? Пропадем. И канем в лету просто. Короче, девчонки у нас смотрели «Пацанок». Они там избавлялись от мата, лексикона вот этого. Мы подумали, что нам тоже не помешало бы. Немножечко подучиться. Мы вообще ни капельки не ругаемся. Мы читаем книги, мы умные, околы. И там нужно альтернативу подбирать. Но что-то у меня как-то вообще не получается альтернативу подбирать. Потому что я считаю, что мать, это вот, когда у тебя уже совсем слов нет, чтобы эмоции свои вырезать. Вот тогда ты уже мать. И мать ничем не заменить. Короче, я вам хотела рассказать. Мы продолжаем расслабляться. Пошли на переработку. Как всегда у нас по классике. Всякие пластики, всякие бутылки-склянки. Нанесем муклатуру вот из-под биминного наполнителя. И в этот раз мы еще захватили всякие тряпки, которые у нас валяются уже давно. Ветош, как я уже пошутила в инстаграме. Это ветош. Ребят, напишите, знаете такое слово ветош? Ты знаешь, что такое ветош? Да. Молодец. Вот у нас, а ты говоришь, что не знаешь. А колыжи умные. В течение трех месяцев хоть утюг, хоть чайник, хоть пылесос. Мы все-все-все чиним. Все, что есть у вас в квартире. Спасибо за ваш доказательный. У нас перестал морозить холодильник. Не открывай, пожалуйста. Я не знаю, почему каждый раз я отвечаю. Свет починили. Блин, давайте Света я вам покажу. Мы же его починили. У нас перестал работать холодильник. Лампочка внутри горит, но там ничего. Не открывай его. Не открывай. А у нас там мясо, между прочим, лежит. Я покупала мясо. И гречка, и тортик. Короче, мы не знаем, что произошло. Лампочка внутри горит, но он не холодит, не шумит, ничего. И вода какая-то. Мы позвонили. У нас тут есть ленремонт. Доброе счастье. Интересно, он с хобяком приедет? Может, с самого начала? Короче, я проспаюсь утром. Я когда доставала только медовик, я сразу заметила, что что-то неладное. Я сразу заметила, но я думала, может, я перегрелась. Вот я тоже думала, наверное, что-то не то. Он говорит, не работает. Оказывается, реально не работает. Мы нашли вот здесь ленремонт. А они вот здесь какая-то штука, короче, вот это все разбирали. Холодильники двигали. Там что-то еще у нас у соседей упирается. Какая-то штука сзади. Они смеялись, он нашел холодильник. Он вот зашел, он только вот ногой вступил на кучу, он такой, одиннадцатый. Что? Что? Здесь что-то поменяли. Говорят, вообще пипец. Он же орет иногда. От этого тоже избавили. Он что, не будет больше трахтеть? Он не будет больше трахтеть, он сказал. Там световое что-то. Говорят, четырестнадцатый. Я такая... Ну вот такая штука. Посмеялись над нашим холодильником. Медовик наш заценили. Ну покажи самое главное, что. Нам подарили... Пазл! Пазл! Магнит пазл! Серьезно? Да, за отличное ведение хозяйства. Девочки, это к нам! А еще нам ручку подарили металлическую. Моменты жизни. Страф в ТикТоке наткнулся на ТикТок, что делает дома овсяное молоко. Не молоко. Я его как-то пробовала. Странная штука. Я показала Марии. А если Мария показывала странную штуку, то время ее исполнять. Нам понадобится... Я вообще думаю, у нас есть два вида овсянки, которые 20 минут делаются и минуту. Какую лучше взять? 20 минут. 20 минут, соглашусь, единогласно мы это сделаем. А тут какая-то мигащика. Нам в рецепте сказано, нам надо взять 50 грамм овсянки. У нас есть весы. Не зря купила, не зря купила. Не зря купила Юлечка весы с Галамарта. Так, ставимся. Кстати, Эффект Пресс такие же были. Они стоили 200. А мы купили за 180. Нам нужно взять 50 грамм овсяночки. Снимаю. 55. Итого мы возьмем еще 5 грамм миллилитров воды. 5 грамм миллилитров. Сыпаем. Потом, я знаю, как учила меня мама. 500 миллилитров это 2 стакана такой воды. Нормально. Нормально. Хорошо. Мария нам очень сильно помогает. Не надо мыть эту овсянку. Ты мне помогаешь или критикуешь? Определись. Все по технологии. Короче, мы сейчас зальем воду. Эту овсянную. На 15 минут. Как раз пойдем сейчас делаем йогу. Сейчас футаж тиканья часов. Оператор подумал, что все, но не все. В общем, мы сейчас оставим это набухаться на 15 минут. А потом мы возьмем блендер. Это все перемолим и процедим. И получится не молоко. Но у нас получится сегодня натурально. А в следующий раз, когда мы купим какао, будет какао, но и не молоко. Мне кажется, что это чуть-чуть можно сахара или мёда даже. У нас нет марли. Откуда у нас марли? Почему у нас нет марли? У нас есть бинты. А, бинты. Складываешь бинт в несколько слоев, получился марли. Девочки, лайфхаком. Что, мои аптечки 21 год? Куча всего, девочки. От поноса и золотухи. Я не знаю, конечно, как нам сделать, но мы как-то сделаем. Сейчас нам нужно будет в блендере измельчить вот эту гущу нашу. Как думаешь, вообще что-нибудь получится у нас? Без понятия. Ну, проверим. Куча сэнком! Пахнет знаешь чем? Чем? Овсянкой. Ой, ну, Мари! Машбом, привет! Ну, а что? Ну, без тебя-то как я? На опорочке ты уже держись. Вот, идеально! У нас получилось вот такое молоко, 500 мл. Сейчас мы попробуем. Мы подоели корову или козу? Какую козу мы овсянку подоели? Не отличается. Серьезно? Угу. Фу, Даш, ты чего? Да ты не попробовала! Я не люблю такое. Попробуй. Попробуй. Молоко, вы знаете, вот... Буква N по краю молока. Да! Время без 10.6. У нас Мария уезжает. Еще один человек покидает наш татар-хаус. У нас татар-френдс-хаус. Уезжает она у нас опять в Челны. Александр у нас тоже в Челнах. И у того мы остаемся. Я, Юля и Бимочка. Мы уже с утреца пошутились. Пошутили же шутку про аэропорт. Аээ, аэропорт! Ну, Мари, что, скучать будешь по нам? Конечно, девочки. Вы ради меня встали в 6 утра. Мы ради... Вообще не ложилась. Юля вообще не ложилась ради Марии, а не потому, что она раз в полгода смотрит все части сумерек. Это очень важно. Ты что, сумерки не смотрела? Я обрать. Сильно, да? Мимо шокер Главное что-нибудь кровописей Кровосися Я не додумалась Точно Все, следующее мы Через полгода я посмотрю на украинском В общем, Мария у нас уезжает на 2 недели Александра вообще непонятно, насколько уехала Вот утеплилась девчоночка Потому что она знает, куда едет Из северной столицы, собственно Ты там не толстый, а мама тебя откормит Ну все, Мария, напиши, как залетела Хорошо? Мария уже уехала Елечка уже скучает Грустно, пусто Будем 2 недели вдвоем Ладно, пошла в сумерек Давай, ах Ну давай, расскажи, почему у тебя такая Традиция, тенденция Откуда пошла? Я не знаю, просто в какой-то день Вдалеком 2013-14 году Мне стало грустно Я решила посмотреть сумерек И мне так понравилось И я вот каждые полгода теперь смотрю прям залпом все 5 частей Чем больше смотришь, тем больше понимаешь Тут сценарий Говно Кто тебе больше нравится? Эдвард или Псина? Псина ведет себя как 15-летний обиженный ребенок А Патиссон? Патиссон вообще краш Девочки, приятного аппетита Короче, ребята Я опять вещаю вам из шкафа По методу Юли Рассказываю я на правильном питании И мои умные весы сказали, что я не добираю белка Поэтому я сейчас каждый день ем творог по утрам И вот решила сегодня сварить курицу Потому что ничего по-другому Я не умею никак варить эту курицу Вообще не готовлю Кроме того, как ее варить умею Все Я умею варить только курицу Остальное ничего не умею делать Юля предложила делать отбивуны Я говорю, Юля, круто, класс Но я никогда в своей самостоятельной жизни не делала отбивуны Она говорит, берешь пакет Берешь эту отбивалку для мяса И вот тебе отбивуны Но прикол в том, что у нас дома нет маленьких пакетов И я не придумала ничего лучше Как взять отбивалку для мяса Взять одноразовые перчатки Заклеить это все изолентой И вот вам, пожалуйста, отбивалка для мяса Все гигиенично Так, сейчас я вам покажу, как она будет действовать То есть вы берете и вот так вот Все, и готово Блин, слушай, реально, зачем надо было брать пакет Слезть вот такая штука, Юля Моменты в жизни Ой, Мари Здрасте Здрасте, здрасте Мы соскучились по тебе Наши подписчики тоже тебе соскучились Здрасте, здрасте Передай привет нашим подписчикам Я передаю привет нашим подписчикам В общем, сейчас Бимочка напала на Юль Покажи это, покажи Вот видите Мы в шоке сами Нельзя на мать Агриться, поэтому мы закралили сейчас в ванне Она нам устраивает концерт Погромче Рассказываем взрослую историю Сегодня у нас с вами 22 число И Юля мне говорит А мы счетчики подали? А я вообще без понятия, как счетчики подавать Вот реально Я сейчас позвонила своей подружке Спросила, как она своей взрослой жизни Типа подает Да мама не дозвонилась Саше написали, как подавать эти счетчики Потому что завтра крайний срок А я по-любому забуду Мы в интернете нашли картинку Не одна я проблематичная Да, как это все подавать Пойдемте мы вместе подадим Заполним вот этот бланк Чтобы отправить его потом Я, короче, как-то тик-ток смотрела взрослый Как там показывали, как счетчики подавать Но я что-то нет Я не понимаю Че? 10 кубов горячей воды? Это очень дорого 17 калур Капец Пипец Это много Фамилию? Не скажу Токарь Пиши нам Сашиной фамилии Айю Рандомный факт Айю по-татарски Медведь Давай придумай Саше подпись Все, девочки Имейте в виду Если вам придется счетчики подавать Вы вот эти первые цифры Берете черные Которые крутятся Вот их не берите Просто первые До запятой До запятой Моменты жизни Привет, ребятня Я просто супер радостная с утра Потому что до меня дошла кнопка от Ютуба Она такая, ну, уветистая относительно Я не думала, что она так быстро придет Сегодня вечером я сниму полноценный амбоксинг-распаковочек Сначала хотела это в моменты жизни кинуть Типа, ну вот, мне пришла кнопка Потом подумала, что это такое событие Что сделать всего лишь какой-то мини-сюжет в каком-то видео Слишком будет, ну, не очень Блин, я, знаете, это так приятно осознавать Что ты держишь что-то материальное Своих трудов Что столько лет я снимала эти разборочки Эти видосики на Ютуб И до сих пор снимаю И еще больше снимаю Вот все мои труды я могу прям почувствовать Пощупать Да, я понимаю, что сейчас держу пока только коробку А не саму кнопку Ну, блин Ну, я пока очень тронута Что это моя кнопка с Ютуба Потому что раньше В далеком, наверное, 15-м году Какому-то блогеру писали Вау, у тебя там что, кнопка есть? Он такой, ну да И я осознавать, что теперь я такая же блогерка Что у меня есть такая же кнопка Это прям вау Сейчас снимала видос Распаковка кнопки Ютуба И прям расплакалась Я, девочки, рыдала Но вот теперь она будет стоять у меня здесь Если что, можно вот эту кнопку использовать как зеркало Приветик всем нашим фанатам Это рубрика Юлечка, что-то опять будет готовить Давай рассказывай историю, в общем Сегодня приезжает Мария Петровна Мы решили приготовить пирог Для этого нам нужна мука Масло, яйца, сахар, который я не достала И консервирование, ну, любые фрукты А сметана Консервирование, ну, подожди Консервирование, не консервирование И сметана Можно и без фруктов Можно просто со сметаной Машулька наша прилетела Главное, не залетела Маникюр сделала ради твоего приезда Макияж сделала ради твоего приезда Мария Я в комнате убралась ради твоего приезда Я рада Иди, Мать, встречай Мы к твоему приезду готовили И мы приготовили пирог Сметаной и сухофрук Ой, сухофрук тоже Обычно я подумала, что это ческин Пока Мария у нас моет руки Мы делаем фотосессию пирогу Вот, для мамы Напишите, пожалуйста, в комментариях Вы тоже постоянно фоткайте маме Что вы что-то приготовили Надо же, ну, похоже Ну да, вот, посмотрите Красиво Даже не подгорело ничего Это пикантность Мы хотели выжгать Марии Пару, красе Бару, красе, красе Бару, красе Бару, красе Бару, красе Бару, красе Бару Мы что-то хрустнули Что за тикток А что там еще сейчас? Тиктоник Ага Что там? Извини Если тебе понравился выпуск То можешь поставить свой лайк Также не забудь написать в комментариях Свой отзыв о данном выпуске Может мне стоит что-то добавить Или убавить Или что-то модернизировать В общем, я все комментарии читаю Поэтому обязательно все напиши Также для всех любителей моментов жизни У меня на канале есть целый плейлист Обязательно почек и посмотри Например, за октябрь Там вообще был полнейший кринж Ну а меня по-прежнему зовут Дарья Скоро увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok